Объем талии больше 94 сантиметров. Платишь штраф. Можно ли подобным образом бороться с лишним весом сотрудников? И приживется ли опыт Японии в России? В Боровихе обещали построить новую школу. Почему дети до сих пор ютятся в тесных помещениях? На 30 тысяч километров ближе, чем обычно. Сегодня наблюдаем очень большую и яркую луну. В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Уже несколько дней в Барнауле стоит по весеннему теплая погода. Солнышко потихоньку пригревает и не только нас с вами, но и крыши домов. А потому нужно быть предельно внимательными. Ведь высокая вероятность схода снега. Глава города Сергей Дугин поручил коммунальщикам пристально следить за состоянием крыши тротуаров в Барнауле. Завтра мы планируем совершить своеобразный рейд и посмотреть, нет ли над головами опасных снежных шапок и сосудок. А пока продолжим выпуск. В суде Октябрьского района сегодня прошло второе судебное заседание, в котором ответчик – бывший управляющий парка «Изумрудный» Владимир Фишер, по распоряжению которого в 2017 году была вырублена часть парковых деревьев. Якобы законно, но по словам обвинителя было выдано разрешение на вырубку всего 107 берез и кленов. А в реальности, как уверяет прокуратура, под пилу отправилось больше 500 деревьев, а городу был нанесен многомиллионный ущерб. Отметим, что представители потерпевшей стороны администрации Барнаула на заседание снова не явились. К допросам свидетелей планируют перейти не раньше апреля. Следующее заседание назначено на 26 февраля. У другого печально известного объекта – памятника истории и культуры Барнаула конторы купца Морозова – судьба тоже в подвешенном состоянии. Год назад деревянное здание сгорело и до сих пор не восстановлено. По словам временно исполняющего обязанности начальника Алтая охранкультуры Александра Урбаха, со стороны ведомства сделано все, чтобы помочь нынешним собственникам найти инвесторов и привлечь 30 миллионов рублей на восстановление памятника. Однако стороны до сих пор не договорились. Они должны нам или начать работы по проектированию, или начать работы по реставрации, какие-то действия по объекту. На сегодня никаких действий нет и все документы, которые административно мы направили, они не работают. Поэтому мы, ну сколько, наверное, две недели назад, может больше, оформили пакет документов и отправили в суд. По мнению Урбаха, возможно, история конторы Морозова, как и другого исчезающего объекта культурного наследия, бывшего Кожевинного завода, пойдет по бийскому сценарию. Там владельцы памятников, когда поняли, что восстановить здание самостоятельно не в силах, бесплатно вернули объекты государству. Кстати, определилась судьба еще одного барнаульского памятника – трибун бывшего стадиона «Локомотив». Их, по словам Урбаха, планируют реконструировать. А вот судьба Боровихинской школы Первомайского района под большим вопросом. В ближайшие годы учебные заведения там не появятся. Хотя должно было. Муниципалитет через суд пытается расторгнуть договор с компанией-подрядчиком и получить с нее деньги – почти 9 миллионов – за аренду земли, на которой за два года так ничего и не возвели. У фирмы своя, правда, оказывается, выделенный под новую школу участок под застройку никогда не подходил. За спором сторон в суде наблюдала Анастасия Драган. Школы не было и не будет. Земля не позволит. Вот такие новые обстоятельства представила сегодня в суде компания-подрядчик «Авангард». Ее специалисты обнаружили, что участок под застройку входит в границы памятника. Участок, который был предоставлен для размещения школы, раз он находится в защитной зоне, не мог быть использован арендатором по своему назначению для размещения объектов. То есть объект капитального строительства не мог быть возведен. Это поле под школу. С тела посредине есть памятник могилы красноармейца Тарасова. Подрядчик узнал об этом из госэкспертизы в прошлом году. К тому времени муниципалитет уже решил расторгнуть с ним договор. Тот не платил аренду. Сейчас в сумме это 9 миллионов рублей. Фирма не согласилась. Тогда район решил взыскать с компанией деньги. И на это ответ нашелся. В договоре нет ни слова о памятнике, а значит под сомнением сам контракт. Вы только вспомнили об этом подрядчике спустя два года аренды земли. Чем занимались два с половиной года? По словам компаний, все это время они готовили техническую документацию и получали различные разрешения. Судью такие доводы не убедили. Отказать от удовлетворения заявления общества ограниченной ответственностью фирмы «Авангард» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Решение арбитражного суда – взыскать с фирмы почти 9 миллионов и расторгнуть договор с муниципалитетом. А что касается защитных зон памятника, их подвинут, заверили представители Первомайской администрации. Невидимое основание для того, чтобы не продолжать строительство. Зоны охранные сократятся. А затем нужно будет найти нового застройщика, провести торги. Реальная работа начнется не раньше следующего года. К слову, новую школу здесь ждут 10 лет. Две старые Боровихинские уже едва вмещают сотни школьников. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. К другим темам. Алтайские грузоперевозчики сегодня обсуждали возможность перехода с дизельного топлива на газ. Благодаря этому их расходы могут уменьшиться в 2,5 раза. Напомню, не так давно владельцы крупногабаритных машин даже выходили на забастовку из-за высоких цен на дизель. Я сегодня тоже обратил внимание, что газовое оборудование на машине установлено. Да, действительно, это тренд. И кто первый начнет переходить на машины с газовым оборудованием на газу, тот получит конкурентные преимущества за счет экономических этих аспектов, а не за счет, как у нас сейчас принято, за счет нарушения законодательства. На встрече присутствовали сотрудники ГИБДД и даже представитель Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, который специально приехал из Петербурга. Обсудили общую ситуацию на рынке грузоперевозок, в том числе дорогое топливо и низкие зарплаты водителей. Кстати, в конце прошлого года грузоперевозчики предлагали пойти на кардинальные меры, поднять на 10% дариф на транспортные услуги. Но решили дорогостоящий дизель заменить на более дешевый газ. Подробности встречи расскажем завтра. Из-за просрочки в 120 тысяч рублей мать-одиночка из Барнаула может остаться на улице. А вместе с ней четверо несовершеннолетних детей. Почти закрыть ипотеку и узнать, что твоя квартира продана с торгов. Оказывается, такое бывает. Сегодня эта история стала темой дня на площадке ОНФ. Эксперты обсудили, как можно снизить риски ипотечного кредитования для семей с детьми. Продолжит Ирина Корчакина. Узнать, что квартира, в которой ты живешь, больше тебе не принадлежит. Такой шок недавно испытала Юлия Батова. Женщина одна воспитывает четверых детей. Несколько лет выплачивает ипотеку. Из двух миллионов осталось свернуть 120 тысяч рублей. Юлия допустила просрочку и даже не подозревала, что банк продаст ее квартиру с торгов. Через записку в подъезде и сообщили, что скоро придет новый собственник и сменит замки. С помощью юристов женщине удалось восстановить срок подачи апелляционной жалобы. Дело передано в краевой суд. Но по факту остается. Мать-одиночка, четверо детей, идти некуда. У банка был выбор. Можно было какое-то время подождать, пока сумма погашается из заработной платы. Может быть это полгода, может быть это год. С другой стороны, ну вот банк решил сразу все получить. Ну, в принципе, имеет право. По форме правильно, по сути издевательство. По мнению экспертов, банки должны сначала реструктуризировать долги клиента, а потом уже подавать на него в суд. В рамках круглого стола прозвучали предложения обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие законопроекта об ипотечных каникулах. Это отсрочка платежей для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. А также установить для семьи с детьми ставки по ипотечному кредиту менее 8% уже в этом году. Такие условия, по словам юристов, помогут уменьшить статистику грустных историй, в одной из которых пострадала семья Юлии Батовой. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Штраф за превышение. Нет, не скоростного режима, а допустимого объема талии. В Роспотребнадзоре страны заявили, что изучают опыт Японии. Там работодателей штрафуют за слишком полных сотрудников. Приживутся ли такие меры в России и как люди с избыточным весом относятся к подобным инициативам, расскажет Андрей Дреер. Он мало ест, он мало пьет, он мало весит. Худого партия пошлет, и он пролезет. Вот и Александр. Журналист согласен. Стройный, значит здоровый. И государству нужнее, и в теории работает лучше. Но говоря о людях с избыточным весом, не забывает и про себя. Да, я считаю себя человеком с излишним весом. Хочу это исправить, но ничего пока для этого не делаю. Ну, видимо, не хватает силы воли, времени. Куча отговорок, я думаю, есть у каждого. Ну, в дальнейшем, конечно, планирую сбросить. Пресловутое похудение многим дается непросто. А вот набирают вес люди напротив стремительно. Именно этим надо полагать и руководствовались желающие позаимствовать идею. Действительно, по данным Минздрава, людей с диагнозом ожирение. В России около 27%. И цифра быстро растет. Если сравнивать тем, чем питались наши прородители, мы, и сравнивать с японской популяцией, это совершенно разный тип питания. Разные продукты, разная калорийность, да и так далее. Поэтому, конечно, сравнивать и внедрять то, что у них внедрено в нашу действительность, не получается. Да и наши российские стандарты от японских все же отличаются. Например, в стране восходящего от солнца работодатель должен принять меры и направить работника на консультацию при объеме талии в 90 сантиметров. Для нас, по словам эндокринолога, для женщин норма 80, для мужчин 94. Все, что выше риск для здоровья. А теперь посмотрим, попадет ли моя талия под санкции. Так, как раз 94 сантиметра. То есть, еще немного, и за мою любовь к пельмешкам, если бы закон приняли, пришлось бы платить руководству. Причем сидите в офисе или догоняйте преступников без разницы. Как говорится, вынь да положь. В Барнульской веб-студии, куда мы направились за комментарием того самого руководства, все оказались стройны. Будто закон в стране уже приняли. Между тем, начинание Роспотребнадзора здесь ни в коем случае не приветствует. Это кажется бредом, на самом деле, учитывая, что практику эту хотят скопировать из Японии, где в принципе культура совершенно другая, в частности культура рабочая другая. И там совсем другой уровень отношения к тому, чем человек занимается. К слову, в Минтруда России сообщили, что предложение оштрафовать работодателей за тучных подчиненных в официальной форме к ним еще не поступало. Так что у нашего героя Александра есть выбор – перейти на полезное питание и заняться спортом или жить, как привык, полной жизнью. Пока это еще законно. Андрей Дреер, Алексей Фризин. Наши новости. Полезное питание и активный образ жизни – это хорошо, ведь все мы знаем, что бороться с лишними килограммами нелегко, проще их контролировать. А думать о своем здоровье необходимо уже в детстве, уверен Евгений Ловчев, знаменитый советский футболист. С частным визитом он посетил Барнаул. Пользуясь случаем, с бывшим игроком Спартака пообщались наши корреспонденты, и один из вопросов гостю показался особенно важным – почему необходимо и как развивать спорт в регионах. Конечно, Ловчеву, живя в Подмосковье, было проще попасть в лучшие команды страны, а для многих мальчишек из регионов это несбыточная мечта, в том числе, по мнению Евгения, из-за плохой спортивной инфраструктуры. Неплохо было бы, чтобы она вернулась к советским истокам, когда в каждой деревне было отделение дюш, в каждом районном центре было с дюшор, а в областном центре – интернат. Все время в Белокурихе останавливаюсь и радуюсь, когда дети играют, взрослые играют в футбол. Надо что-то развивать, надо давать и инфраструктуру, в конце концов, можно было подумать местным руководителям. Самое главное, чтобы здесь были энтузиасты. Ловчев убежден, что в наше время родителям нужно делать все, чтобы их дети соревновались в ловкости, силе и скорости не в виртуальном мире, а в реальной жизни, не в компьютерах, а на спортивной площадке. Футболист пообещал вновь приехать на Алтай летом для участия в ежегодном фестивале имени Михаила Евдокимова. Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта традиционно проходит в начале августа на малой родине артиста, но это в будущем. А прямо сейчас мы с вами можем стать свидетелями редкого астрономического явления, если выйдем на улицу или выглянем в окно. Там увидим необычно большую Луну. Именно сегодня спутник Земли находится на максимально близком расстоянии от нашей планеты на 30 тысяч километров ближе, чем обычно. Большая Луна появилась в 19 часов по местному времени и наблюдать за ней можно до 6 утра. Эта суперлуния астрономы называют главным в 2019 году. В определенные промежутки времени она приближается на минимальное расстояние, в определенные промежутки времени наоборот удаляется на максимум. Так вот эти точки, если можно так обозначить, называются перегей и апогей. Это достаточно частое явление, причем вот два месяца. Январское, февральское. Чтобы понаблюдать за большой яркой Луной, специального оборудования не требуется, а небо безоблачное. О погоде через несколько секунд. Спонсор прогноза. Компания Эбалар. Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от Эбалар. Почувствуйте разницу. Эбалар. Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В крае по весеннему тепло. Минус 2 в Бийске. Минус 1 в Рубцовске. Около 0 в Заменогорске и Заринске. До 5 со знаком плюс. Воздух прогреется в Белокурихе. В Барнауле ясно. Ночью до 6 мороза. Днем плюс 1. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, телефон редакции 722 440. Очередной выпуск новостей уже завтра. До встречи.